Всем привет, друзья! С вами «Орел и решка» Мегаполисы. Бриллиантовые наши. Мы прилетели в большую страну Намибию. Город Виндхук. Выброси. Все, платье мое, я готов. Да. Орел. Орешка. Это что, вновь я? Антон, я так рада. Отдам без просьб, на. До свидания. А знаете, почему так произошло? Потому что карта всегда возвращается к хозяину. Виндхук – это столица Намибии. Тут живет не больше трехсот тысяч человек. Вы спросите, как этот город оказался в сезоне мегаполиса? Дело в том, что Намибия такая пустынная и малонаселенная страна, что для местных все, что больше тысячи человек – мегаполис. Не верите? Я отправляюсь в экспедицию по всей стране и докажу, что больше города, чем Виндхук, здесь нет. Моё путешествие по Намибии начинается. И для этого нужен личный самолет. Моё путешествие по Намибии начинается. И для этого нужен личный самолет. Привет. Добро пожаловать. Я хочу увидеть всю Намибию. А именно – Атлантический океан, пустыня и саванна. За два дня преодолеть такой маршрут можно только если у тебя есть 8 тысяч баксов на аренду самолета. Сто американских долларов превратились в тысячу четыреста двадцать намибийских. При среднемесячной зарплате в 600 баксов – это неплохо на два дня. Теперь едем в столицу Виндхук. Автобусы в город не ходят и все вынуждены ездить на такси, которые стоят минимум 17 с половиной долларов с человека. Но никто не знает, что есть такой вариант. Можно позвонить по телефону на экране и вызвать себе шаттл до города на 10 долларов дешевле. Лайфхак. И вот эти шаттл баксы. А это шаттл до города? Сколько стоит? Сто местных долларов с человека. Вот так всего один звонок сэкономил мне 10 баксов. Я еду по дороге из аэропорта и тут нет практически людей и очень мало машин, потому что Намибия – малозаселенная пустынная страна. То есть это примерно по три человека на квадратный километр. По сути мы вот сейчас с водителем, у нас два человека, мы маленькое поселение. Намибия – страна пустыня. Здесь почти нет дорог и городов. И совсем не видно зелени. Только изредка попадаются островки высохшей травы и выжженные солнцем кустарники. Сколько летишь – видишь либо толстые песчаные одеяла, либо горы застывшей лавы. Как напоминание о том, что миллионы лет назад здесь бушевали вулканы. Ну вот и в центре мегаполиса. Перед нами одна из главных достопримечательностей Винфука – церковь Христа. А это старый форт. Именно отсюда начинался город. Сейчас он закрыт. Прошу вас дальше. Монумент независимости. Никогда не поверите, кто его построил. Северные корейцы. Сад парламента. Цветущий оазис посреди пустыни. Но мне, простому смертному, сюда нельзя. Пойду найду другое место. Винхук и трава – это большая редкость. Город среди засухи, влаги и растений здесь практически нет. Так что, если вы встретили хотя бы одну травинку – кувыркайтесь, резвитесь. А мне третий десяток. Винхук выстроили немцы на землях племени бушменов. Тут вроде и Африка, а порядок – в Европе. При этом вокруг города до сих пор живут с десяток первобытных племен. И когда они из своей глуши попадают в Винхук, то для них это шок. Простите, а для вас Винхук – большой город? Конечно, он огромный. Очень большой город. Там большой. Это настоящий мегаполис. Ребят, а к вам можно? Вау, теперь я намибиец. Все. Поехали, парни. Пока. Пока, ребят. Первая моя остановка – деревня первобытного племени. Поэтому я прилетела сюда за тридевять земель, чтобы увидеть настоящее африканское племя Мбунза. Приветствую. Оля. Это мой личный переводчик. Потому что здесь никто не знает английского. What is your name? Сэброн. Сэброн. We can go? Yes. Деревня Мбунза – это прапрапрапрапрапрабабушка всех современных мегаполисов. По площади не больше футбольного поля. Вместо кварталов – дворы, разделенные заборами из палок. Вместо небоскребов – шалаши из тростника. Вот здесь живет племя Мбунза. Это часть для женщин. Это для мужчин. У тех, кто постарше – комфорта больше. Если у тебя есть дети – ты спишь на кровати. Если нет детей – только на земле. Я могу прилечь? Представляете, как тут еще и ребенка поместить. Мне кажется, на полу удобнее. В деревне все чем-то заняты. Толкут в деревянной ступе маниок. Летут корзинки из тростника. Забор новый? Нет, нет. Она делает ловушку для рыбы. А что она делает? Можно попробовать? Можно? Нет, я испортила. А что я? Короче, шкрябать просто. Это странно. Немножко кажется бестолково. Но оно реально как будто бы… Ой, я сломала нож. Молоток. Это не настоящие волосы. Они делают их из какой-то травы. Тут такая история. До 18 лет девочки ходят полностью лысыми. В 18 они становятся взрослыми и им положено ходить с волосами. Но волосы не могут расти моментально, поэтому девочки надевают парик. Если у тебя на лбу ракушка или орешек, значит, что ты замужняя. А что насчет мужчин? У вас тоже какие-то отличительные знаки? Нет, мужик свободный. Он может уйти в соседнее поселение и там жениться еще раз. А женщина должна сидеть с детьми и уважать мужа. Что? Они могут пойти куда-нибудь охотиться, зайти в соседнюю деревню и еще раз жениться? Что происходит? А что же в племени делают мужчины? У них работы не в проворот. Они или лепят фигурки из глины, или пиликают на самодельной арфе, или играют в игру, похожую на гигантские нарды. Тут есть какая-то связь между старыми и новыми орехами. Но какая она и как она работает, вообще не понимаю. Абсолютно по нулям. Бросаю туда, куда мне показали пальцы. Любой бедный турист имеет право на бесполезный подарок из другой страны. И за этим я и привел вас на стрит-крафт-маркет. Сейчас что-нибудь как все рассмотрю и что-нибудь дешевое куплю. На этом базарчики продают всякую ерунду. Деревянных жирафов, пунсы, фигурки слонов, железных бородавочников, разные минералы, тарелки, накиды, браслеты. Но самое интересное на рынке – это продавцы. Женщины племени Химба. Опа! А кто это у нас тут? Я не так давно в этом городе, а уже встретил обнаженных девчонок. Ребята, это шок! Они ходят посреди города так же, как у себя в племени. Го-лы-ми. Обмазанными красной охрой и с косичками из глины. Народ Химба живет в саваннах на севере Намибии. Но в последнее время племена стали отправлять своих женщин в командировку в столицу. Позбивать деньжат с туристов. Женщины знают себе цену и кажется, что они выучили только одно слово. А если им не дать мани, они начинают злиться. Включаем силу денег. Как тебя зовут? А меня Антон. Я хочу что-то особенное. Можно браслет именно с твоей руки? Вы знаете, вот эта фенечка, пропитанная ее потом, потом женщины из племени Химба, но тем она и ценная. И вот когда я буду смотреть на эту фенечку, я буду вспоминать уникальный африканский народ, а не то, что вы подумали. Конечно, эти Химбы уже совсем цивилизованные. Вон у каждой по смартфону. Но все-таки они из настоящего племени из саванны. За свой бюджет я б такого никогда не увидел. Хэштег Антоша Лавелас. Взять телефон у девчонки из племени Химба легко. Я приеду за тобой. Позвони мне. Деревня Мбунза стоит на реке Акованга. Река – главный источник еды. Поэтому, когда время близится к обеду, все племя собирается на рыбалку. Пойдем на рыбалку ловить рыбу вот этими факелообразными удочками. Вот мы и дошли до болота какого-то. Ну что, заходи в воду. Что? Прям туда идти? Да, прямо в реку. Фу, подождите! Там же есть всякие dangerous snakes, пиявки. Но вы не знаете, но их нет, да? А можете мне дать во что переодеться? Рыбалка выглядит немножко странно. Часть реки отгорожена плетеным забором. Люди заходят внутрь этого загона и начинают тыкать воду ловушками-конусами. Сверху в дырочку видно, попалась туда рыбка или нет. Ааа, это же сом! У меня такой в аквариуме дома! Ну что я могу сказать? Большую часть рыб словили женщины. Ну как большую? Всю рыбу словили женщины. А кто готовить будет? Мужчины или женщины? Ну конечно, конечно. Кто б сомневался. После обеда я решила порадовать местных женщин. Они же так много работают. Я вам лифчики привезла, девчонки! Они что, размеры свои знают даже? Я раскрыла страшную тайну. Смотрите, как она уверенно меряет белье. Как будто мы не в саванне, а в примерочной магазина. Вот это я молодец! Ну, девчонки, может быть мы вместе сфотографируемся все? Да? Это было классное путешествие во времени. Правда, есть один нюанс. Вечером за этими людьми приедет спринтер Мерседес. Они обуют свои кроссовки и поедут в свои обычные дома смотреть телевизор. Обязательное место, которое нужно посмотреть в Винхуке – трущобы Катутура. Катутура – это огромный район на севере Винхука. Здесь, как селедки в концертных банках, живут 200 тысяч человек. В 60-е годы колонизаторы выселили на кулички все коренное население города. Чтобы оно не мешалось в центре города. Чтобы здесь поселиться много усилий не надо. Власти города выдают семьям бедняков листы оцинкованного железа. А там уже ты сам ищи место для дома, сам его себе строй и плати только за коммунальные. Таким образом здесь решили проблему бездомных. А сколько людей здесь живет? Я, сестра, мама, дети. Всего восемь. Восемь? Вот тут? А если бы был шанс уехать? Мы бы уехали. А ты каким видишь свое будущее через десять лет? Я выйду замуж, и у меня будет самый красивый дом. Такие условия могут кого угодно озлобить или разозлить. Но тут атмосфера как у бабушки в деревне. Народ позитивный. Опрятные школьники бегут на занятия. Местные пацаны не зыркают на тебя, а мирно расслабляются на солнышке. Здорово. Что ты делаешь? Я ремонтирую машину. Ты делаешь новую и старой? Ну да. О, это тачка на прокачку. Эй, бро! Как ты? Заходи к нам. Посмотри, у нас нет электричества. Хэштег Антоша Коммунальщик пошел разбираться. Я могу войти? Смотри, у нас нет электричества. И как вы тут живете? Так и живем без него. И как же кино там посмотреть? Очнись, йоу! Какое кино, о чем ты? А вода у вас есть? Да, вот бочка, там набираем из колонок. Окей, бро, а если бы было электричество, что бы у вас изменилось? Да все бы изменилось. Я вон на мусорке принтер нашел, подключили бы и такой бизнес тут сделали бы. Бизнес, вот с этим. А да, печатали бы фотки девчонок, продавали бы их. Я поговорил с этими классными парнями и сделал два вывода. Первый, то что нам кажется страшным не всегда такое и все открыты к диалогу. А второе, как он классно сказал, мысль вообще не новая, но настолько правильная, что все люди по своей природе дружелюбны друг к другу. Но вот голод толкает их на очень неприятные поступки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В африканском племени я отработала, отработала. А значит, я заслужила наконец-то Кевдополь насладиться золотой картой. Боже мой, даже пяти шагов не прошла. А за мной уже приехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самое потрясающее, что есть в Намибии – это дикая природа. Но и ею можно наслаждаться в очень комфортных условиях. И прямо посреди первобытной саванны найти отель класса люкс. Надо только не пожалеть 620 долларов в сутки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отель Форт Онгума – это несколько небольших лоджий посреди частного заповедника. Чувствую себя такой важной персоной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боже, у меня свое сафари просто с балкона. Я вижу антилопу гну. Невероятно, я в жизни такого не видела. Аааа! Туба! Тут есть туба! Вообще нереально. Реально. Итак, чем можно заняться в отеле, пока за тобой едет машина, чтобы отвезти в лодж? Лежишь и смотришь на животных. Кушаешь и смотришь на животных. Смотришь телескоп и видишь, что б вы думали. Животных. О, боже. Так красиво! Какая кровать! Какие балдахины! Шикарные формы! Ну-ка, ну-ка. О, это краски! А не нарисовать ли мне пейзаж? О, девичья цена! Что мне нравится, посмотри на эту! Бантики, прелесть! Даже из ванны есть выход на террасу. Класс! Все бедняки района Катутура закупаются на рынке Ашету. Здесь есть отличный, назовем это, фудкорт. Главное блюдо здесь – аппетитное барбекю из говятины. Ну, понятно. Но есть еда и поинтересней. Хэштег чего этот рот только не ел. В прошлом выпуске в Намибии Реджина Тодоренко не смогла съесть этих милейших созданий. Это гусеница Мапане. Из нее могла бы вырасти симпатичная императорская моль. Но не судьба. Я запускаю гусеничный челлендж. Реджина, смотри и учись. Передаю гусеничный челлендж. Жду вашего видео поедания гусениц в комментариях. И автор лучшего видео получит подарок несварения и недопонимания близких. Ммм, на вкус как очень острая непрожаренная сосиска. Неужели местные это любят? На самом деле это не просто гусеница, а национальный герой. Однажды во время сильной засухи весь скот издох и люди спаслись тем, что заменили мясо чистым гусеничным протеином. Парни, давай еще по одной. Еще по одной и заработаем. Парсик. С восьмого марта. Я еду встречать самый дикий закат в моей жизни. У моего отеля есть шикарная услуга – встреча заката в дикой природе. Было бы еще лучше, если бы сейчас возле меня прошли жирафы, буйволы, антилопы, лев. Не, лев не надо. Без льва придет. Пойдет. МЕЛИЦАЯ МУЗЫКА Папа, 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 папа. Как же этот мир разнообразен. Я чувствую себя очень счастливой, что у меня есть такая возможность сейчас сидеть здесь, где-то в Дамибии. Мне кажется, я максимально насыщенно провел свое время в Винкуке и мало того, чтобы сэкономил большую часть своих денег, которые я потрачу, как только проеду на поезде через всю Налибию и буду в Уолфиш-бэй у Атлантического океана. Вот она, романтика путешествий, которые не в каждой стране можно встретить. Налибийские бабушки в плацкарте с курочкой в фольге. Хэштег мудрые мысли не по годам мудрого человека. Койку в каком-нибудь хостеле Винхука мне заменит ночной поезд в Уолфиш-бэй. Это же гениальное решение. Я экономлю и время, и деньги. А поезд мчит меня к океану. Вот я и дома. Так мило. Спасибо большое. Сегодня у меня на ужин хард бист. Это такое парнокопытное, у которого рога в форме сердца. И даже мясо в форме сердца как будто бы. А также еще оно называется губал, конгол, конгони и антилопная корова. Что это такое? Коровья антилопа. Конгони в саванне много и на них разрешена охота. Тариф 650 долларов за антилопу. Но мне нужна не вся, а только стейк. Очень тугое. Ммм. Вкусно. Ммм, похоже, конечно, на говядину. Но корове не надо каждый день бегать от голодного геппарда. Так что мясо менее жирное и гораздо жестче. Ну что я вам могу сказать? Конгони как конгони, или как там, антилопная корова, корова как корова антилопная. Нормально. Прощай, городские. Здравствуй, Атлантический. Умываться ночной Намибии, конечно, круто, но очень быстро надоедает, становится скучно. Мне кажется, самое время встроить ревизию и открыть свой ночной блок. Ревизор приходит в поезд. Ночь. Ну, тут все как и у нас. Как будто бы в свой родной поезд попал. Кушетка номер один, самая нижняя. Хорошо. Кушетка номер два. Неплохо. Кушетка номер три, самая высокая. Не очень. Кушетка номер четыре. Плохая была идея. Заходим в самое главное место человека, который едет в поезде. Туалет. Вода работает, а теперь сюда. Скажу вам не очень удобно. При долгой тряске сильно не посидишь. Правила ревизора, не оставляя следов. Ну что ж, ревизия в поезде Вингхук Волфишбэй состоялась и Антон Зайцев рекомендует отправиться спать. А я рано-рано встаю на сафари. Мое первое в жизни сафари. Так что спокойной ночи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мой отель прилегает к огромному заповеднику, так что я отправляюсь на сафари. Я окажусь героем фильма «Король лев». Я дальше не знаю. Сейчас я потрачу все свои оставшиеся деньги на один очень классный тур. Я отправлюсь пороздить Атлантический океан и поплыву навстречу морским котикам на полуостров «Феликан Пойнт». Там уже морской кот, там морской кот. Посмотрите, если я дам ему рыбку хвостом вперед, он всегда ее перевернет, чтобы первой была голова. Это, чтобы плавники-рыбки не растопырились в горле. Это не только поездка на катамаране к Пеликан Пойнт, это еще и дельфинарий вам бесплатный шоу. Все включено, прикольно. По дороге к Пеликан Пойнт не застучаешь. Тебя развлекают морские котики, проведают дельфины, веселят чайки. Она летит, летит, летит. А потом появляется… Огромное пеликанище. Это Джульетта, а ее Ромео сейчас сидит на яйцах. Ну, конечно, кто должен был получить крыло? Только у Фекспира, Аромео и Джульетта не смогли быть вместе. На руках только кровь Капулетти, а нет, это моя кровь. Этоша – гигантский национальный парк площадью с целую Львовскую область. Это дикая природа и встретить любое какое-то животное – это большая удача. Все, что мне остается – это проверить себя на удачу. Очень близко сепры. Фламинго! Это фламинго! Вот так! Эй, страусы! Мы притормаживаем. Что же это могло значить? Жираф! 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 Я сейчас заплачу, тетя-то сильно обрадовалась. Я прям жирафом. Что же мы приводим? Привет, жираф! Привет! 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 А-а-а-а! В парке Эттоша водится больше ста видов животных, но чтобы их увидеть, нужно часами ездить и всматриваться вдаль. Это антилопа гнул, да? Маленький антилопа гнул, кьет молоко, в антилопе гнул. Маленький антилопа 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 гнул. Слышите, слышите звук, как будто бы бабушки ворчат на нетрезвых моряков. Целое лежбище морских котиков, офигенно! Вот там отдельно лежат холостяки, говорят, что у морских котиков есть целые гаремы. Вокруг самца огромное количество самок и они отпугивают звуком других самок, которые пытаются приближаться к нему. А холостяки валяются себе где угодно рядом со своими тюленьями носками. Близко к берегу катамаран не подходит. Котики от этого не в восторге. Да и запах может отбить аппетит. У нас-то по плану. Обед? Хэштег любой круиз за ваши деньги. Мне кажется, день удался. Я успел познакомиться с вот этим замечательным пеликаном. С морским котиком Никки и даже приобнять его попробовать самые вкусные в Африке, а может быть и во всем мире устрицы, увидеть лешпище морских котиков и просто классно провести время в Атлантическом океане. Это было здорово. Благодарю вас, я пошел. Я прилетела в Свакампун, чтобы покататься на дюнах. Я хочу спорить, как птица по пустыне, а все-таки вау, ну что-то такое. В Свакампунде находятся самые высокие песчаные дюны в мире. Они – идеальный трамплин для параглайдинга – полета на парашюте в виде крыла. А вон там и мой инструктор. Нельзя было меня самолетом высыпать. Вот прямо наверху. Я устала. Что ж так высоко-то? Жарко, как в аду. Солнце просто обжигает кожу. Раньше в Орле и Решке на параглайде всегда летали с инструктором. А тут что? Самой? Запомни. Во время полета руки нужно держать. Вот так. Я скажу вправо – тяни вправо. Я не поняла, как надо управлять. Он говорит – рукой туда-сюда, а ногами как приземляться? А что вообще? А подушка какая-то твердая. Короче, руки не отпускать. Ногами бежать. Расслабиться. Не получается, потом разберусь. Голова не грустить. Руки не отпускать. Руки не отпускать. Когда тебя дернет – просто беги. Мы ждем хорошего ветра. Он очень близко ко мне встал. Очень страшно. Я чувствую его попу, она большая. В России. Я вижу Азлантический океан. Борщун. Я вижу, как пастыня соединяет пиару. Это ли не чудо? Камень, на камень. Я лечу на камень. Я села! Меня несет парашют. Мне понравилось. Это высоко и это очень быстро. Друзья, прячу для вас здесь, в свакапмунде, вот эти 100 долларов. Вы можете на них полетать на параплане, как я. Правда, вам немножко не хватит. Чтобы найти мега-бутылку от Орла и Решки, отправляйтесь в Свакапмунд. По трассе Б-2 двигайтесь на юг к реке Свакоп. Там под мостом ищите камень, под ним и спрятана бутылка. В общем, удачи! Объявляю, это день, день клевых необычных зверушек. Я буду говорить тише, чтобы их не спугнуть, ребята. Это фламинго. Фламинго. Смесь грации с несуразностью. Мне нужна фоточка в коллекцию. Бухта Уолфишбэй неглубокая и тут водится много криля. Так что фламинго здесь как в отеле с питанием ол инклюзив. Их здесь сотни. Словно кто-то сладкую вату разбросал по воде. Этот волшебный розовый цвет у фламинго из-за пигмента каротина, который есть в креветках. Отбери у фламинго креветок и они побелеют. Такая красота – лучшее, чем можно закончить выходные в Намибии. Винхук – это, наверное, самый маленький мегаполис Африки. Он большой. Ну конечно, легко быть мега, когда ты один посреди бескрайней пустыни. В этот уикенд мы попали в прошлое всех мегаполисов. И встретили их жителей. И пусть до них только-только добралась цивилизация, у них каждый день полон приключений и невероятной красоты. ВОКО-6 КОНЕЦ Безутерфенные волны бушующего океана обмывают коленки пустыни. Мы с тобой как океан и пустыня. Я такой же бескрайний, ты такая же сухая. Умно, говоришь, Антон. Умно. Прямо так, как я отдохнула. Бескрайне, пустынно. Мне кажется, мы долго говорим. Это были Орел и Решка мегаполисы. Связывай слова в предложении. Пошли в аэропорт. Пока, друзья.